МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане число действующих субъектов МСБ в 2016 году по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,3%. В стране на сегодняшний день действуют 1,302,562 субъекта малого и среднего предпринимательства. Рост количества субъектов МСБ происходит на фоне благоприятных изменений в условиях ведения бизнеса, которые отмечаются международными экспертами. В общем, за год количество малых предприятий, действующих в форме юридических лиц, выросло на 13,742 единицы или на 7,2%. Становление малого бизнеса в республике с первых дней экономических реформ является одним из приоритетов политики государства. Я радуюсь. Здесь показано, что легкая промышленность начинает подниматься. Не надо думать, что это мало, что работают 50-30 человек. Не надо так думать. 97% экономики США и 55% экономики Германии – это малый и средний бизнес. Именно это будет определять. Они гигантские предприятия, где 50-60 тысяч человек работают. Они отомрут. У них нет будущего. Поэтому надо шевелиться нам, нашей молодежи. Надо открыть возможности для новых людей, новый бизнес. В нашей стратегии развития до 2050 года и концепции по вхождению в тридцатку развитых стран мира вопрос развития бизнеса стоит вопросом номер один. Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Сегодня в Казахстане приняты беспрецедентные меры по поддержке бизнеса. Это и микрокредитование в сельских местностях, инвестиции в высокотехнологичные проекты, поддержка бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», субсидирование процентной ставки по проектам, подготовка кадров за счет государства в рамках программы «Занятость-2020». На данный момент предприниматели могут у нас воспользоваться очень разными видами услуг. Это услуги восьми направлениях, также обучающие программы. Допустим, вы предприниматель, даже, может быть, вы не предприниматель, вы физическое лицо с предпринимательской инициативой. У вас есть идея, вы решили заниматься бизнесом. Что делать, как начать? Можете обратиться к нам в офис палаты предпринимателей. Мы вам порекомендуем пройти обучение бизнес-советник. Бизнес-советник – это двухдневные, краткосрочные курсы, где вы пройдете основу предпринимательства. То есть, кто такой предприниматель, что такое предпринимательство, какие законы есть, как планируется одесса, и вообще, как надо работать, как начинать свою деятельность. После обучения вы можете уже пойти в ЦОН, зарегистрироваться или ТО, или ИП. 36-летний Михаил Скачков – владелец компании по производству государственных символов. Государственными символами я начал заниматься, когда познакомился случайно с автором государственного герба Жандробеком Малибековым. Он мне рассказал о существующей проблеме, о том, что производители не относятся должным образом к производству государственной символики. И на сегодняшний день это действительно является большой проблемой. Мне стало очень интересно этим заниматься. И первые 8 лет это действительно было хобби. Мы занимались разработкой стандарта, мы оттачивали все необходимые детали, мы пытались не упустить смысл. Не все было так легко, несмотря на трудности. Михаил не опускал руки. Сегодня компания твердо стоит на ногах. Предприятие стало лидером на рынке по производству государственных символов в Казахстане. Посмотрите, вот здесь вот это вот глазное яблоко, улыбка толпара, его ноздря. То есть полностью вот это вот все. Вот эта вот композиция, она в любом случае, она неповторима, ее нельзя искажать. Только вот над выражением толпара мы работали около полугода с автором. Чуть-чуть сместить в сторону, он то начинает, то смеяться начинает, то грустить, то злиться. А вот именно вот это вот выражение, по словам автора, оно олицетворяет мощь, независимость. По словам Михаила, в свое время он не побоялся обратиться за государственной поддержкой. Сегодня на мини-заводе работает 40 человек. То ли еще будет, амбициозный предприниматель планирует завоевать своей продукцией всю страну и выйти на зарубежный рынок. В Казахстане практически с самого начала его независимого развития проводятся стратегии открытой экономики. Анализ эффективности внешней торговли страны отражает влияние торговли в целом на увеличение темпов экономического роста. По мнению многих экспертов, достижению высоких экономических показателей во многом способствовал экспорт сырья и благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках. На сегодняшний день со стороны государства организована поддержка выхода отечественных производителей на внешние рынки. В частности, действует программа «Экспорт-2020». Ведь именно экспортный потенциал является ярким показателем успешности любого бизнеса. К 2030 году, по моему мнению, Казахстан станет такой страной, где 50% доли рынка будет занимать предприятия малого и среднего бизнеса. И основной товар будем экспортировать, импортировать. Мы не будем импортировать, а будем экспортировать. Будем сами производителем продукции. В разрезе регионов по выпуску продукции малого и среднего предпринимательства наибольшую долю занимают Алматы – 27,1%. Астана – 20%. Западно-казахстанская и Атараусская области по 7,6%. Отстают Козлородинская – 1,4%. Жамбылская область – 1,6%. Североказахстанская область – 1,8%. Акмолинская область – 2,7%. Инженерный талант основателя помножен на предпринимательское чутье и лег в основу истории этого завода. А начинал свой бизнес Марат Бакулов в маленьком гараже. С развитием компании стали расти объемы производства. Вместе с ними – заказы и количество сотрудников. Предприниматель делится, что в его успехе особую роль сыграли работоспособность, трудолюбие, внедрение системы «Кайдзен» и поддержка государства. Пять лет назад я получил государственный грант, который сегодня возвращаю в виде уплаты налогов. Если не платить налоги, как будут реализовываться социальные программы в нашей стране? Это и медицина, строительство дорог, выплата пенсии. Поэтому это мой святой долг. И я очень рад, что в нашей стране мягкий налоговый климат. Например, в Германии, рассказывают друзья, налоги составляют 50-60%. Казахстан в рейтинге Всемирного банка занял 35-ю позицию. Республика опередила такие страны, как Бельгия, Италия, Израиль, Греция, Турция. Казахстан также опережает в рейтинге Беларусь, Армению, Российскую Федерацию и Кыргызстан. Еще одним из приоритетных направлений развития малого бизнеса в Казахстане является молодежное предпринимательство. Сектор, который требует особенно серьезного внимания со стороны государственных органов. Но его целенаправленная поддержка обеспечит развитие малого предпринимательства, что в свою очередь приведет к экономическому росту, к повышению инвестиционной привлекательности нашей страны. Передача опыта от состоявшихся бизнесменов, опытных людей начинающим, это тоже является одним из видов социальной ответственности бизнеса. Успешные истории отечественных предпринимателей должны стать примерами для молодежи. Каждый казахстанский школьник, молодой человек, должны знать своих казахстанских джобсов, биллов-гейтсов, наших успешных отечественных предпринимателей. Это очень важно для молодежи говорить, что ничего страшного нет. Все начинали с нуля из ничего, постоянно развивались, проходили через трудности. Президент республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Вести бизнес по-женски доступно и реально. По статистике, доля женщин-предпринимателей на рынке составляет более 50%. Одним словом, сегодня существуют все возможности для развития бизнеса в нашей стране. И это очень важно. Отечественному бизнесу в любом случае, конечно, хотелось бы пожелать огромного-огромного развития, чтобы продукция наших компаний отечественных выходила за пределы республики Казахстан, чтобы о продукции нашей республики говорили во всем мире, о том, чтобы она действительно завоевала свой рынок, завоевала признание всего мира, потому что действительно мы этого достойны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова